Друзья, всем привет! Вы сегодня снова на канале Смачные Истории и пришла весна, у нас за окном суперская погода и мы решили приготовить сегодня с Николаем древнейшее такое блюдо, даже с настоящей вот такой вот скалкой, как она была раньше, кстати, очень удобная штука, в Индии такими штуками загоняют, кстати, тоже людей во время карантина домой. Готовить мы сегодня будем бешпармак из нашей вот такой вот сахарной баранинки, вчера мы с Николаем забрали целую ярочку, ребята, ярочка это барашка, которая женского пола, которая еще ни разу не приносила детей на свет, я скажу так, короче, очень вкусное сахарное мясо, подходит идеально для бешпармака, будет очень вкусно, интересно, не переключаемся. Друзья, что у нас сегодня по ингредиентам? Итак, как я уже сказал, барашек, вот, сахарная, это вот здесь шейка у нас, да, вот, потом у нас здесь места вот такие вот котлетные и грудинка, да, вот, с хрящечками, вот реально сахарное мясо вкуснейшее вообще. Правильно зачищенное, правильно приготовленное, вчера я сам полностью барана разделывал, поэтому я уверен, что там не будет никакого запаха. Вот, потом лучок, для бульона нам нужен также лук-порей, вот такие вот две штанги, яички, соль, перец, 800 граммов муки на наше тесто, извиняюсь, ну и, конечно же, мука для присыпки, а также нам понадобится немного воды. Ты как, ты как этот, как учитель возле доски с этой палкой. Да, да, запоминайте и записывайте. Да, запоминайте и записывайте, ребята. В общем, вообще у меня все говорят, там есть какой-то свой рецепт оригинальный и точный на бешпармак, но его готовили уже сотнями лет, это древнее очень блюдо, с которого пошли множество других блюд, пелемени, манты и прочие вещи. Поэтому, ребята, смотрим, я расскажу, как готовим мы, всегда получается вкусно и все хвалили тем, кому я его готовил. И как говорится, у кого палка, тот прав. Да, так и есть. Смотрим, начинаем. В общем, друзья, приступаем к отварке нашего мяса и к приготовлению одновременно нашего бульона. Очень важно, я делаю сюда так, у нас хотя очень сахарные, вкусные вот барашка, всегда я закладываю сначала в холодную воду, вот так вот, в холодную водичку мяско закладываю. Вот, здесь все ништяки, вот все очищено, это будет просто божественно. Холодную водичку, всю нашу баранинку. Мяса много не бывает, друзья, я всегда так говорю. Сегодня у нас будет классный бешпарнак, вкусный, вкуснейший просто. Закладываем, в общем, сейчас, как наше мясо все закипит, я оставляю его прокипеть где-то минуток на 5, затем все это я беру, сливаю, заливаю свежую воду, вот, и начинаю варить все это по-новой. Вот, и второй раз, когда все у нас дело будет вариться, наш бульон, наша вот барашка, ни в коем случае не позволяйте жестоко кипеть в нашей воде, нашему бульону. Тогда бульон у нас будет очень вкусный, прозрачный и чистый. Это очень важно, это все критерии. И солим только под конец готовности мяса. Ну что, ребята, вот наше мясо прокипело на минуты 4-5. Вот, я уже снял несколько раз пеном, но, в принципе, эта роли не играет. Мы сейчас его сольем, немного промоем, зайдем свежую опять воду, опять закинем и начнем продолжать готовить его. Поэтому, ребята, снимаем и отливаем его. Вот так вот. Полностью все мяско. Мы его просто промываем, вот такой вот горячейкой водичкой, которая с краном идет. И теперь опять заряжаем нашу кастрюлю свежей водичкой, опять все закладываем и продолжаем уже готовить на более меньшей температуре. В общем, ребята, как я вам уже показал, мясо мы опять отлили. Весь бульон-то первый, грязься, это, как говорится, которая из животного выходит, я всегда отливаю. Сейчас залили все свежей водичкой наше мясо. И ставим на медленный огоньчик. Сейчас он только закипит, я сразу убавлю, чтобы оно еле-еле булькало. И вот так вот оставляем минимум часа на два, чтобы оно варилось. Мука, как я уже вначале сказал, 800 грамм. 4 яичка, соль, воды здесь у меня где-то сколько? 400 миллилитров. Вот, так, приступаем. Одно яйцо кладем полностью с белком. Вот так. Полностью. Так. Затем. От последующих яичек нам понадобится только желток. Поэтому отделяем. Вот так. Желток сюда. Вот так. Отделяем. Отделяем. Вот так. Добавляем. Вот. Вот. Друзья, чайную ложку соли. Вот так. Добавляем. И теперь добавляем немного водички. Половину примерно. И начинаем постепенно все это вот так вот вымешивать. И будем добавлять потом по потребности либо муки, либо воды. Ребята, не ленитесь. Вот. Если вы делаете тесто такое на бешпармак, на желтках, да, оно тугое, вообще жесть. 15 минут, короче, его надо мешать. Но оно того стоит, потому что потом будет очень вкусное тесто. Вот такой кусочек теста, да. Вот. Сейчас мы его взвешиваем. Получается, ну, кило двести, да, примерно. Кило двести теста. Сейчас мы его убираем минимум на 30-40 минут. Обыкновенный полиэтиленовый мешочек и оставляем в покое. Вот так вот из воздуха, чтобы он не сохло. Вот, чтобы отдохнуло, убираем. А этим временем у нас будет готовиться наше мясо. Итак, друзья, прошло, наверное, уже около 30 минут, как наше мясо варится, а то и больше, наверное, все 45. На этом этапе нам обязательно нужно добавить два листика ловушки. Вот. Затем одну крупную луковицу. Вот такую вот. Ее просто я разрезаю вот так вот. Не до конца. Вот так. Вот так. Теперь на противоположной стороне. Вот так. Смещение на 180 градусов примерно. Добавляем вот эти все наши ингредиенты сюда. Вот так. Видите, он еле кипит, но посмотрите, какой он светлый бульон. Вообще, просто кайф. Вот, ловушечку. И затем опускаем сюда наш лук-порей. Вот такой вот. Для вкуса он нужен сюда обязательно. Вот так. И, ребята, присолим. Сейчас сюда добавить нам соль. Вот. Присаливаем. По вкусу, конечно же, да. Вот я добавлю сейчас для начала 3 чайные ложечки соли. Вот так вот. Достаточно. И продолжаем готовить дальше. Итак, ребята, мясо наше готовится. Мы сейчас добавим туда наши ингредиенты, которые я вам показал. Там лучок, то есть все. И вот наше тесто. Спустя 40 минут. Вот так вот взорваем пакетик. Посмотрите, какое у нас стало. Вот. Смотрите, формируется просто прекрасно. Вот. Сейчас мы его будем разделять на такие сочни. И будем выкатывать его. Делим наше тесто на вот такие вот. Смотрите, прекрасно режется вообще. Не липнет ничего. Вот такие вот штукенции. Разрезаем. Вот. Эти сочни превращаем в такие вот лепешечки. Вот так. Сейчас мы их накроем, чтобы они, конечно же, не засыхали у нас. Пока мы будем выкатывать. Вот. И по очереди их сейчас раскатаем. Такие тонкие листы, которые мы будем нарезать на вот такие, как бы сказать, нудели или спагетти для бешпармага. В общем, ребята, припыляем вот так вот мукой нашу поверхность, где мы будем работать. Вот так вот. Ну и начинаем, в принципе. С тестом всегда нужно терпение. Скажу вам так. Вот. Делаем вот такой вот сочень. Вот так. Руками его. Сначала вот так вот. Распределяем. У меня, конечно, есть и машинка, через которую так вот все это дело пропускаешь. Жернова смещаешь, и оно делается тонким, как оно тебе нужно. Но мы сегодня решили сделать традициональный способ, именно вот со скалочкой. И вот потихоньку выкатываем до нужного размера. Трик номер 17 припыляем. Пройдем сюда скалочку, да? Вот так вот. Кладем вот так вот тесто. Оно не слипнется, оно тугое, хорошее тесто. И начинаем вот так вот. Вытягиваем его. Вот так. Вытягиваем. Вот видите, оно расширяется как. Вытягиваем. Опять раскручиваем. Сейчас вот меняем позицию. Опять, хоп. На скалочку. Опять вытягиваем. И раскатываем. Но здесь уже надо без давления работать. Вот, по чувству. Просто вот по чувству. Вот так. Главное понять смысл и суть. Вот. Он уже едва у меня. Это вот один сочник. Маленький сочник, который мы раскатали. Все просто вообще. Теперь просто вот берем. Ну и кому как нравится. Вот. Нарезаем. Вот так вот. И теперь вот эти наши нарезки еще можно поделить на вот такие вот кусочки. Ну тоже кому как нравится. Можете целиком закидывать. Есть бешпармак, где вот просто вот такой лист раскатывают и закидывают его целиком. Ну мы будем сейчас вот раскатывать все остальные наши сочни и нарезать на вот такие ломтики. Я так люблю. Удобно вилочкой. Раз цепляешь и кушаешь. Смотрим до готовности. Прошло у нас еще где-то минут 25 с того момента, как мы добавили сюда наш лучок и лучок-порей. Также ловушку. И сейчас вот я добавляю свежемолотого. Вот такого вот перчика в ступке. для запаха в наш бульончик, чтобы было вот так. Ребята, в общем, наше мясо уже подошло к концу готовки. Поэтому сейчас мы удаляем отсюда вот эту вот нашу луковицу, которая была из просто для вкуса. Вот так ее убираем. Наш лук-порей. Все. Он весь вкус отдал, отработал. Лаврушку все убираем. Сейчас мы достаем мясо из бульона. Все полностью. Вот, убрали. Все, мяса больше нет. Отлично. Здесь вы уже, как заметили, с самого начала видео стоит у нас казанок. В этот казанок мы сейчас добавим нашего бульона. Но перед этим его нужно разбавить кипятком. Кипятком разбавляем его. Вот так, чтобы прям побольше стало бульона. Разбавляем. Соответственно, сейчас надо будет это все еще раз присолить. И сюда добавляем несколько поварежек бульона. Примерно вот столько, примерно. Вот. Ставим его сюда, пускай он закипает у нас. В общем, ребята, здесь мы сейчас будем отваривать наш лучок, который мы сейчас нашинкуем. А здесь будет вариться наша лапша. Друзья, режем лук на вот такие вот полуколечки вот такой толщины. Друзья, перед тем, как мы начинаем готовить нашу лапшу, мы обрабатываем наш подносным, которым все будет подаваться. Наш бешпармак полностью просто бульоном. Вот так вот поливаем. Поливаем. И назад сливаем. Вот это нужно для того, чтобы потом не прилипало тесто к нашему подносу. Сейчас он покрытый будет у нас такой тонкой слоя вот этого жирка, который плавает сверху. Ребята, первый пошел. Закидываем. Нашу лапшичку, наш кипящий бульон. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, довалили мы последнюю партию наших бешпармачной лапши. Сейчас будем дегустировать с Николаем, да, Колян? Да, я уже жду, не дождусь уже. У меня тоже уже кишка сосет, короче. Такие запахи нереальные. Сейчас будем пробовать. Ребята, выкладываем мяско вот так. Вот оно. Вот так вот. Ох, горячуще. Теперь сверху чуть-чуть селёночка. Пошёл! И так, друзья, наш бешпармак готов, Колян. Я думаю, нам надо срочно его попробовать, потому что у меня уже кишка просто сосет. Я уже не могу вот эти запахи. Два часа я стоял, ждал, и, короче, я уже не хочу попробовать, короче, какой-нибудь. Давай начнём? Давай. Куда ты лезешь? В смысле? Ребята, что значит бешпармак? Бешпармак значит есть пятью руками, пятью пальцами. Поэтому будем сегодня, Николай, с тобой пробовать чисто руками наши сочные и вкусные мясо. Ну, давай руками. Чисто по-мусульмански, да? Да, давай, заценим. Ммм, ма-машаллах. Ммм, чётко. Ммм, мм, мм. Ммм, мм, мм, мм. Ммм, мм, мм. И нету никакого типичного запаха барани. Да, кстати, я ничего не чувствую. Поэтому, ребята, готовить надо правильно, мясо надо чётко разделывать. Мы вчера разделали, Николай смотрел. А шварту тает, да? Да. Теперь надо нам попробовать тесто. Всё-таки мусульмане знают толк. Вот так вот тесто с лучком берём. Чисто руками, да? Без пилов? Давай. Без всяких пилов. Ммм. Лук просто сказка сладкий. Есть такое дело? Есть. Ну, друзья. Но мясо я тебе скажу. Запиваем всё это дело шурпой. Горячо. Вкусно? Очень вкусно. Давай. Как казахи. Най-маш-алла. Есть такое дело? Есть. Ребята, поэтому готовьте по нашим рецептам. Давай. Да, едим уже делать. Да. Это очень вкусно. Это, кстати, очень полезно. Бешформак. А с вами были, как всегда, смачные истории. До скорых встреч. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И нажимаем колокол. На колокол. Субтитры сделал DimaTorzok